Новых договоренностей по сокращению добычи нефти достигли на внеочередном заседании страны ОПЕК+. Суммарно производство участники намерены снизить на 10 миллионов барлей в сутки. Эксперты отмечают, достижение соглашения сегодня является приоритетным вопросом для ряда нефтедобывающих стран. Это было очень ожидаемо переговоры в ОПЕК, потому что цены на нефть сейчас достигли начала 2000-х годов, и такого не было уже на протяжении последних 15 лет. И это больно ударило по очень многим игрокам, по всем практически нефтепроизводящим странам. Поэтому в первую очередь, конечно же, это сделка в интересах нефтепроизводителей, но и в целом экономик мира, потому что во многом страны тоже являются драйверами экономического роста. Договориться на заседание, прошедшем накануне в режиме онлайн, не удалось только с Мексикой. Ее представители встречу покинули. Утверждение этого соглашения можно достичь только при участии этой страны. Все страны ОПЕК+, кроме Мексики, согласились сократить суточную добычу нефти на разном уровне и на разные сроки. Если договориться удастся и соглашение о сотрудничестве вступит в силу, все участники в мае-июне снизят добычу на 23% с показателя октября 2018 года или на 10 миллионов баррелей в день. Отмечу, что документ затрагивает только производство нефти, но не конденсата. Азербайджан в рамках соглашения также должен взять на себя обязательства по сокращению производства. Суточную добычу страна может снизить на 164 тысяч баррелей в сутки.